Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем работу по замечательному рассказу Валентина Распутина «Уроки французского». Это третий урок. На прошедших уроках мы с вами рассуждали на тему послевоенных трудностей в стране. Мы познакомились с героями Володи и Лидии Михайловны, прочувствовали весь драматизм и сложность послевоенной эпохи, которая отразилась на судьбах не только взрослых, но и детей. Выявили нравственные черты, которые помогли выстоять в это трудное время и сохранить человеческое достоинство, стать примером для будущих поколений. Тема нашего урока – жизненные уроки писателя, роль учительницы в жизни героя, смысл названия рассказа. Эпиграфом к уроку могут послужить слова. Я написал этот рассказ в надежде, что преподанные мне в свое время уроки лягут на душу как маленького, так и взрослого человека. Ребята, а что означают эти слова? Нарадственные уроки, преподанные мне, вот об этом и пойдет речь на сегодняшнем уроке. Рассказ Распутина потрясает проникновенными размышлениями о духовных ценностях, точным отражением послевоенной эпохи. Писатель создает интересный характер героя, показывает его сложный внутренний мир, помогает нам осознать, что есть истинная доброта и настоящая человеческая красота. Наша задача вместе с писателем и его героями понять, что такое истинные ценности, как обыкновенные люди проявляют щедрость души и стойкость в драматических обстоятельствах послевоенного времени и какие нравственные жизненные уроки преподает нам автор. Вы уже знакомы с содержанием рассказа, поэтому вам легко будет проследить сюжет произведения и структуру его, подчиненные этой задаче. Писатель за основу взял ключевые художественные моменты, метафору, урок и игра. Уроки игры на пустыре для мальчика стали настоящим испытанием, горькой наукой. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре. Что толкает его на пустырь? Голод. Молоко наказано мне пить от малокрови. Мне все время хотелось есть. Даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны. Результатом этого стихийного урока на улице стала горькая обида. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде. Кто пришел на помощь мальчику? Его учительница Лидия Михайловна, главная героиня рассказа. Ее образ занимает центральное место в повести. Это авторский идеал учительного, но складывается он, как мы видим из повести, в результате полной переоценки первоначальных представлений мальчика об учитель. Начало взаимоотношений подростка и учительница на первый взгляд построено на противопоставлении, обусловленном школьной иерархией. Учитель – ученик. Происхождение Лидия Михайловна – городской житель. Наш герой – обыкновенный деревенский мальчишка. Внешность. Она сидела передо мной аккуратная, вся умная и красивая. Красивая в одежде, своей женской молодой паре, которой я смутно чувствовал, до меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание. Перед ней крючился на парте тощий, диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный, без матери и одинокий. Сейчас мы должны ответить с вами на вопросы. Что связывало или что объединяло двух таких разных людей – учительницу и ученика? Как герой относился к учительнице? Вначале герой настороженно относится к учительнице, потому что он не может предположить, что между учителем и учеником могут возникнуть доброжелательные отношения. А как Лидия Михайловна относилась к ученику? Она выделяла его среди всех учеников за его старания, за способность и склонность к учебе. Она видела самодостаточность мальчика и чувство собственного достоинства, которое рано в нем развилось. Почему она предложила ему дополнительные занятия на дому? Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают, а ты способный, мальчишка, «Школу тебе бросать нельзя». Она искала разные способы, чтобы помочь мальчику, не задев его чувств. Почему учительница предложила игру на деньги? Согласны ли вы со словами директора, что это преступление? И как ведет себя учительница при появлении директора? Вы сейчас посмотрите небольшой фрагмент из фильма «Уроки французского» и найдете ответы на эти вопросы. Итак, приятного просмотра! Пойми ты, голова садовая, зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты. Я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед этим была чика. Но чика не щитова? Чика не щитова? Ха, хорошенькое дело. Почему это не щитова? Потому что у вас тоже была чика. Да при чем тут та чика? А вот поэтому и не щитова. Да та чика была щитова. Нет, не щитова. Кто ведет счет? Я или ты? Чика на чику ничего не дают, поэтому не щитова. Если первая чика щитова, значит вторая щитова тоже. Лидия Михайловна! Лидия Михайловна! Что с вами? Что здесь происходит? Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда. Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? Объясните, пожалуйста. Я имею право знать, как директор. Играем в пристенок. Вы играете на деньги? С этим... Играете с учеником? Я... Правильно вас понял? Правильно. Вы знаете, я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление, растление, совращение. Я 20 лет проработал в школе. Видывал всякое. Но такое... Итак, просмотрели. Ответы готовы. Я еще раз прочитаю вопросы. Почему учительница предложила игру на деньги? Она предложила игру на деньги из сострадания к мальчику. Как она вела себя при появлении директора? Она вела себя строго, с чувством собственного достоинства. И это объединяет ее со своим учеником. Почему директор назвал поступок Лидии Михайловны преступлением? Вы согласны с тем, что это должностное преступление? Или это благородный поступок? Что стоит за этим поступком, спрашивает сам автор. В голодные годы, видя полуголодного мальчика, Лидия Михайловна изо всех сил хотела ему помочь. Она приглашала его на дополнительные занятия домой, чтобы подкормить. Она посылала ему посылку от имени матери. Но гордый мальчик от всего отказывался. И тогда она придумала эту игру на деньги. И была счастлива, что ей удалось. И не обращала внимания на обман. Потому что главный судья ее – это совесть. А директору она не стала ничего объяснять. Потому что он другой человек. Да и не должна она перед ним отчитываться. Чтобы правильно охарактеризовать героев, вам помогут личные ответы на вопросы. Подумайте, какой предстает перед нами Лидия Михайловна как учитель и как человек. Умной, тонкой, оцикчивой, чуткой женщиной. Какие качества ее личности стали примером и уроком жизни для мальчика? Доброжелательность, человечность, порядочность. Какие жизненные уроки он получил? Смысл жизни в том, чтобы помогать, быть нужным и не зависеть от мнения окружающих. Задание на закрепление. Опираясь на предложенные вопросы и полученные ответы, напишите сочинение-миниатюру на одну из тем по выбору. О чем заставляет задуматься рассказ Распутина и его герои? Какие уроки доброты понятны и необходимы в наше время? Творческих вам успехов, ребята! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»